МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Друзья, сегодня я приготовлю вкуснейшие турецкие лепешки. Лепешки по этому рецепту готовятся легко, просто. Они получаются мягкими, нежными и очень вкусными. Такие лепешки обязательно понравятся и взрослым, и детям. Напишите мне в комментариях, что вы думаете о таком рецепте. И не забываем ставить лайки. Давайте начнем готовить! Для начала воду я подогрела, она у меня теплая. В теплую воду добавляю дрожжи, сахар, 1 столовую ложку муки от общей массы. И все хорошо перемешиваю. Полученную дрожжевую массу оставляю в теплом месте приблизительно на 10 минут. К сметане добавляю соль, растительное масло и все хорошо перемешиваю. На дрожжевой массе сверху появилась пенка, значит, дрожжи активные, все в порядке. Дрожжевую массу добавляю к муке. Также сюда же добавляю сметанную массу и замешиваю тесто. Тесто должно получиться мягким, эластичным. Его нужно вымешивать приблизительно 5-7 минут. Тесто я хорошенько вымесила. Оно получается мягким, эластичным, вот таким вот нежным. И посмотрите, оно совершенно не липнет к рукам. Тесто нужно разделить на 10 равных частей. Из каждого кусочка теста формирую ровный плотный шарик. Шарики из теста накрываю пищевой пленкой и оставляю их в таком виде приблизительно на 15 минут. Беру один кусочек теста, рабочую поверхность слегка припыляю мукой и тесто раскатываю в тонкую круглую лепешку. Все тесто я раскатала в лепешки. Сковородку поставила на плиту. Она у меня уже нагрелась. Сковородку нужно слегка смазать растительным маслом. В сковородку выкладываю первую лепешку и буду обжаривать ее на небольшом огне с двух сторон до золотистого цвета. Первая лепешка с одной стороны уже подрумянилась. Перед тем, как лепешку переворачивать, сверху ее нужно немножко смазать растительным маслом. Переворачиваю лепешку и точно так же буду обжаривать ее и с другой стороны. Первая лепешка у меня готова. Она подрумянилась и с другой стороны. Готовые лепешки выкладываю на тарелку и сверху их еще смазываю сливочным маслом. И точно таким же образом я обжарю все остальные лепешки. Турецкие лепешки готовы! Вот такие замечательные получаются лепешки. Готовятся они очень просто. Получаются невероятно вкусными. Они, посмотрите, какие вот мягкие. Они очень нежные. Видите, какие они пористые внутри получаются. Эти лепешки универсальные. Их можно кушать просто так. Можно подавать к обеду, к первым блюдам, ко вторым блюдам. Также эти лепешки можно кушать с вареньем, с медом, со сметаной, с чаем, молочком, какао. С чем ваша душа пожелает. Вот такие замечательные получаются лепешки. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления лепешек и вы их приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Приятного аппетита и до новых встреч!